Макдоналдс, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Такая корпорация не имеет права стоять на месте, поэтому Мак постоянно развивается и вносит в свою деятельность определенные коррективы. Естественно, изменениям подвергается и меню в том числе. Чаще всего мы от этого выигрываем и получаем новые крутые блюда. Но порой навсегда теряем любимые всеми и такие вредные, но блин, такие вкусные десерты, бургеры и роллы. Добро пожаловать на Телблог.нет! И сегодня у нас ТОЛП 10 исчезнувших вкусняшек Макдоналдса. Десятое место. Филе Макфреш. Скажу честно, ни разу не пробовал этот бургер, но все любители рыбных штук из Макдоналдса рассказывали, какой же он был вкусный. Я всегда отдаю предпочтение мяса, поэтому обжаренное филе тресковых рыб в составе филе Макфреш осталось мною нетронуто. А сейчас начинаю немного об этом жалеть, поскольку составчик там был очень даже неплохой. Благо, всегда можно заточить филе офиш. Под сыром такой вот толстый достаточно кусок рыбы. Филе, рыбное филе. Девятое место. Блины на завтрак. Сами по себе блинчики в Макдоналдсе остались, но вот из утреннего меню исчезли, что весьма прискорбно. Бывало, утром нужно куда-то спешить, а дома поесть не успеваешь, и именно блинчики из Мака создавали впечатление, что ты нормально позавтракал. Объясните мне логику, как из Макзавтрака можно было убрать то, что в принципе ассоциируется с завтраком? Непонятно. Получается, здесь мне запаковали вот два блинчика. Просто они вот так вот лежат таким вот образом, в половину сложенные. Вот два блина, обошлось 22 гривны. Восьмое место. Коктейльный соус. Его уход из Макдака точно заметили любители креветок. Это был единственный соус, который реально к ним подходил. Вместо него ввели новую бодягу под названием Тысяча островов. Но вряд ли такое сочетание понравилось людям, хотя бы однажды отведавшим макдоналдсовские креветки именно с коктейльным соусом. В нем были понятные всем сливки, майонез, кетчуп, ну и еще какие-то там фирменные добавки. А этот новый нормально подходит к наггенсам, но никак не к креветкам. Печально, конечно. Хуже будет только, если они уберут кисло-сладкие. Седьмое место. Это яблочный пирожок. Прикола замены одного нормального пирожка на пару маленьких я, честно говоря, не понял. Народ требует вернуть яблочный пирожок традиционного размера. Он как с вишней. Возможно, я презираюсь, но мне кажется, что после смены внешнего вида десерт стал каким-то слишком приторным. То ли сахара они туда стали больше добавлять, то ли каких-то ароматизаторов, но вкус у него изменился. Это больше не классика. Шестое место. Биф а-ля рус. Его убрали из меню больше трех лет тому назад, но этот вкус не забудется никогда. Мягкая и пышная ржаная булочка в сочетании с толстой, но невероятно нежной говяжьей котлеты, свежими помидорами и салатом, расплавленным сырком, чеддер и беконом, поджаренным луком и обязательно с ядерным чесночным соусом. Ммм, как же его захотелось попробовать снова. Кстати, не мне одному. На сайте Макдоналдса люди очень сильно просят вернуть биф а-ля рус в меню. Может свершиться? Вообще, ребят, довольно вкусный бургер. Тут вот эта вот булочка такая вот черная, да, из черного хлеба. Она очень интересно сочетается с котлетой, с беконом и с луком. Тут еще даже лук есть. Такое вообще очень вкусное сочетание. Кстати, на редкость очень вкусный бургер из Макдоналдса. Пятое место. Вишневый Макфлури. Вообще, Макфлури одно из любимых мороженых за все времена. Но что-то особенное было именно в Вишневом. Не знаю, может мне так кажется, потому что его убрали. Шоколадно-клубничная и шоколадно-карамельная осталась. Тяжело объяснить. Ну не то пальто и все. Если ты пробовал именно в Вишневый Макфлури, то поймешь, о чем идет речь. Были еще там свишни. Сейчас вот Макдональдс дико продвигает. Наверное, это новинка сезона, что ли. Вот. И клубника там, ну какие-то другие шоколады и другие, в общем, разные вкусы. Четвертое место. Грик Мак. Это было довольно дорогое, но вкусное сезонное блюдо. Цена почти в две сотни рублей оправдывалась парой говяжьих котлет с соусом из базилика и свежими салатиками. Ну и лавашик, конечно, в который все это дело заворачивалось, тоже был приготовлен по высшему разряду. Он мне всегда напоминал те лепешки, которые выпекали недалеко от моего дома грузины в своем ларьке. Может, местный Макдоналдс у них и затаривался. Пик Мак в Макдоналдс. Ну? Два сочных бифштекса из говядины, ломтики помидора, салат и ароматный соус в горячей пите. Грик Мак года полтора тому назад возвращался в меню, но сейчас блюдо снова кануло в Макдоналдсовскую лету. А жаль, сытная штука была. Третье место. Брауни. На этот раз речь идет не о мороженном, а о шоколадном торте. Хотя эти ироды убрали Макфлуре Брауни Делюкс тоже. Я его пробовал-то один раз, поэтому мне и скучать особо нечего. А вот тортик Брауни очень даже неплохо заходил в качестве закуски. Люблю шоколад и орехи, поэтому именно этим тортом всегда трамбовал желудок в Макдоналдсе. Четко залетал на пару сладок. Второе место. Роял Чизбургер. Пропал не только он, но и соответственно двойной роял Чизбургер тоже. Им на замену Макдаковцы ввели Гранд Чизбургер. Но я его пробовал один раз, решил благополучно забыть и перейти на, можно сказать, классический дабл Чизбургер. Проблема в том, что вместо толстых сочных котлет из рояла, в Гранде сделали тоненькие сухенькие говнокотлетки. Цена, естественно, осталась прежней, а вкус бургеров изменился кардинально. И хотя внешне их довольно сложно отличить друг от друга, это одна из самых больших потерь в Макдоналдсе. Ведь, повторюсь, вкус реально засрали. О, здесь даже кетчупом они палили. Здорово. Так. Довольно нечасто можно встретить в Макдональдске. И где кетчуп вообще? И первое место. Стейкхаус Классик. Это просто самый топовый бургер, что мне когда-либо довелось пробовать в Макдоналдсе. Он чем-то был похож на биф а-ля рус. Но лично для меня Стейкхаус Классик кажется более удачным благодаря белой, а не ржаной булочке. Плюс он куда острее предшественника. И тут целых две говяжьих котлеты. Ну и сыр с зеленью, само собой, тоже прилагаются. Точнее прилагались, поскольку Стейкхаус Классик был нещадно удален из меню всего после двух месяцев присутствия в нем. Стейкхаус Классик в Макдоналдс. Мы делаем бургеры. И мы делаем их хорошо. А по какой исчезнувшей вкусняшке Макдоналдса скучаешь ты? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблил ВКонтакте подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся и мутим различные голосования. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok